Пока одни готовятся к агитации, другие ждут вердикта избирательной комиссии, проверяющей подписные листы. В КПРФ разбирают сотни пакетов с листовками, буклетами и календарями. Большая часть разлетится по районам республики. Первоочередная задача для регионального отделения – организовать штабы во всех городах и райцентрах. Мы для них подготовили памятки, чтобы ничего не было упущено, чтобы доукомплектовали членов комиссий нашими наблюдателями, членами с совещательным голосом, и от партии, и от кандидата, пришли удостоверения финансовому полномоченному. То есть мы, в принципе, активно сейчас работаем. Пришло материалов очень много – и буклеты, и календари, и программа. Единственное, что сейчас задача нам – довести до каждого поселка, до каждого жителя республики вот эту информацию, потому что есть что сказать. В региональном отделении партии «Роста» тоже позитивный настрой. С первой задачей справились. Собрали в республике порядка тысячи подписей в поддержку кандидата. Всего же Борис Святов подал 105 тысяч подписей, собранных во всех регионах. Это максимально возможное количество. Сейчас сторонники ИСКОМИ ожидают поступления агитматериалов и готовятся к проведению форумов для потенциальных избирателей. Форумы, посвященные пенсионному законодательству, реформы системе ЖКХ, экономическим вопросам, налоговому законодательству. Форумы абсолютно для всех граждан. Ну, то есть, понятно, да, мы ждем, что будут там и предприниматели, да, потому что мы все-таки в настоящее время Титов Борис Юрьевич – бизнес-омбудсмен. Ну и, соответственно, ориентированность есть на предпринимателей, но в том числе, да, мы, конечно, ждем всех граждан. А это предвыборный штаб Сергея Бабурина, выдвинутого от партии «Общероссийский народный союз». Он стал четвертым кандидатом, сдавшим подписные листы в центр избирком. Он, как в движении сад партии, также должен был собрать минимум 100 тысяч подписей. Сделать это, как признались представители партии из региона, оказалось нелегко. Сбор подписей проходил, конечно, непросто, потому что народ уже отвык, где-то поднадоели все эти политические вопросы и неохотно давали подписи. Но, тем не менее, пришлось проявить настойчивость и собрать требуемое количество голосов. Это около двух тысяч. Кандидат в президенты от партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин в ЦИК принес 9 больших картонных коробок с надписью «Подписи граждан за товарища Максима Сурайкина». Претендент сообщил, что его команда собрала больше 200 тысяч подписей. Григорий Явлинский, собранные по стране подписные листы в поддержку своего выдвижения, тоже представил лично. Глава исполнительного комитета партии «Яблоко» стал вторым кандидатом после Путина, выполнившим эту процедуру. Официальный старт агитации намечен на 10 февраля. Тогда закончится проверка подписей всех кандидатов. Тайсия Жакова, Василий Янин, Алексей Паршуков, телеканал Юрган, Сыктывкар.